Ребята, всем доброе утро! Думаем, что нам кушать с папой на завтрак, девчонки у бабушки. Я-то буду сладенькая с кофе, наверное, вот такие вот слоечки с вишней и зефир. Очень вкусный зефир. У нас есть еще другой зефир, потом покажу. Ну, вот этот прям вообще обожаю этот зефир. Он очень вкусный, с кусочками брусники. Мне он просто нравится. В последнее время стараюсь его покупать. Ну, папе варю яйца. Еще минутка. Яйца сварятся. Пап, ты знаешь, что одно яйцо лопнуло? Ну и что? Одно яйцо лопнуло. Максик тоже кушает, да, Максюш? Ты тоже ешь, да? Водичку попил. Водичку попил, ты завтракаешь. С девчонками уже созвонились. Они тоже сейчас завтракают. И мы, наверное, сейчас, я сейчас смонтирую видео на Светфэмилии. И мы пойдем кататься на ватрушках. Вроде ночью снег был, ничего не растаяло. Так что сходим на ватрушках покатаемся. Макс, представляешь? Милана Слика, знаешь, как обрадовались. Особенно Миланка. Аж пищала. Вот такой вот еще есть зефир. Он, кстати, тоже очень вкусный. Я люблю, когда зефир плотненький. Вот. И вот этот тоже очень вкусный зефирчик ванильный. Но я тут больше предпочитаю. Кофе готов. Всем доброе утро. И всем приятного аппетита. Смотрите, я у нас в подъезде нашла кошечку. Видно, замерзла. И спряталась в уголке. Смотрите. Киси. Ты откуда у нас здесь в подъезде? У нас на улице очень холодно. Снег идет. И видно, забежала. Смотрите, боится спряталась в уголок. Надо покормить чем-нибудь. Я даже не знала, что у нас тут все что-нибудь из дома взяла. Девчонкам рассказываю про кошечку, которую мы увидели в подъезде. Она, видно, домашняя кошечка. Может быть, знаете, вот хозяин выходила из квартиры. И она выскочила. Но кошке, наверное, месяца 3-4, не больше. Мне кажется, старше. Они сами по себе небольшие. Нет, они не пухленькие. Они не пухленькие, они длинные. Так, откуда ты видела, как она лежит вот такая вся, скрючилась там, испуганная. Но все равно видно. Мне почему-то кажется, что месяца 3-4. И она видно ухоженная. У нее очень блестящая шерсть. Прям такая вот гладкая. Ушки чистые. Видно, кошка уже даже ушки проверила. Я не проверила, но я же снимала и так заглянула. Да, я ей зубки проверила и все проверила. Мальчик, девочка? Значит, это маски. Ну, насчет мальчика, девочки я не проверяла. На морду девочка. Вик, тоже кажется, что девочка. Да, у них у всех морды такие у девочек. Какие у девочек морды? Ну, такие морды девочек. Макс, а самая крутая морда? У кого? У мальчиков. У мальчиков, да. У мальчиков морды, морды. Нет, у британцев... А у девочек морды. Нет, британцы и девчонки симпатичные. Ну, нам просто нравится британская порода. Котики и кошечки. Но мне еще нравятся персы. Персы, да, у них тоже моськи приплюснутые. А это прям такие пушистые-пушистые. Коты, я тебе потом, Милаш, покажу в интернете, что это за порода. Очень похоже на британцев. А лошадки розы спят и стоя? Лошадки? Лошадки спят стоя, по-моему. Лёжа. Лёжа. Есть такое, есть, 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 да, есть такая, как бы, ну, все думают, что они стоят, но это заблуждение. Великое это заблуждение. Всем доказала. Разве я. Сказал дедушка. Она сейчас сказала, что стоя, потом посмотрела, сказала, что нет, что у Сережи спят. Ну, в общем, мы говорили про кошечку. Кошечка очень хорошая. Сказка была, написала, что она стоя. Когда это необходимо. А когда очень хотят, то ложатся. Это когда сильный мороз, и ноги уже не сгибаются, ну, что делать? И стоит, спит. Папа сделал свой вывод. Заключение. Лошадя. Миланка, садись, прыгай. Приехали еще покататься сегодня на ватрушке. А он, по-моему, наши родственники стоят. Прямо. Фиолетовая куртка. Белая шапка и красная куртка. Там, Милана, скорее всего, Глеб сейчас будет. Вот прямо, прямо смотришь. Фиолетовая куртка идет с белой шапочкой. За Глебом идет. Да, 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 вон Глеб. Так что сейчас с Глебом покатаешься. Тебе поинтереснее, да, будет? Ох, сколько детей на горке. Сняшь выходной, да? Да. Да, Лика? В будни лучше кататься. Лика тоже тащит свою ватрушку. Будешь кататься? Ну, прокатиться, конечно. Почему нет? Только сразу пойдемте на повыше горку. Давай-давай, поднимайся. Милан, там лед, лучше здесь поднимайся. Ох, сколько тут детей. Давай. Так скользко. Поднимайся. Давай, Лика, подталкивай. Садись. Оп, погнали. Первая пошла. Вторая. Все в порядке. Я упал, все в порядке. Короче, катались сейчас на горках, на ватрушках. На горке, на ватрушках. И Лика, короче, шлепнулась. Меня сбили. Сбили, да. Там столько людей сегодня. Или пульс у меня высокий поднялся. Я не знаю почему. Что у тебя вообще произошло? В общем, у меня начали пилика часики. У меня же на рукавник, рукав такой длинный, через палец. Потом еще сверху перчатка, мне было сложно снимать. Но оно все время пилик, 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 пилик. Наверное, минут пять. Мне пришлось все снять. Смотрю, у меня красненьким светится сос. Сами все в порядке, вы упали, еще что-то, какие-то две кнопочки. Я написала, что все в порядке. Нормально, да? Просто настроить, чтобы если происходит такая ситуация, смс какая-то отправлялась. Тебе, например, или мне. Стой, стой, начинайте. Чтобы было какое-то оповещение. Ну да. Ну ты первый раз упала? Тебе первый раз сбили. Сбила я ее? Нет. А кто этого? Мальчик, по-моему, ехал и... И приехал. И приехал. И приехал. Да не знаю, там ноги катать, я уже даже не помню. Я тоже не помню, в какой раз. В общем, у меня минут пять она пиликала. А сапка какая? Я думаю, смс-ка просто пустала. Да откуда я знаю? Мил, да мы не запомнили, что за мальчик там или девочка. По-моему, мальчик ехал и получалось, что Лика не успела отойти. Он, ну, как сбил, Лика пух и шлепнулась. Но так долго она никогда Сибаска не перегает. Поэтому я открыла, а там псос. Ничего себе. Наконец-таки мы уже грунтуем. И завтра будем, наконец-таки, краечек. В комнате вроде бы все нормально. Ничего не опалилось. Елку, кстати, почему мы не убираем елку? Многие задают нам вопросы. Так ничего не кипит. У нас коробки. Мы купили много коробок для игрушек. Такие большие коробки с ручками, с крышкой. Ну, такие пластиковые коробки. И они у нас сейчас на балконе просто завалены вещами. Мы заложили эти коробки вещами. Потому что из комнаты мы все повыносили. Где делаем сейчас ремонт, клеем. Ой, клеем. Красим комнату краской. И до них просто сейчас не добраться. До этих коробок, чтобы снять игрушки и положить в коробки. А двойную делать работу. Складывать в мешок. Потом из мешка выкладывать в коробку. Когда освободится лоджия, можно будет добраться. Ну, по-моему, глупо. Поэтому дня два-три подождем. Уж ничего страшного. Подождет елочка. И потом мы уже уберем. В общем, надеюсь, что наш ремонт уже через пару дней закончится. Потому что сегодня было что-то страшное. Папа там наш шкурил в комнате. И все полы, все везде было в белом. Несмотря на то, что я все позакрывала. Закрыла вокруг двери в комнату влажными тряпками. Чтобы ничего не пропускало. Чтобы вот эта пыль не проходила сквозь щели. Но в итоге это не помогло. Весь пол был белый. И я тут вообще затеяла такую уборку. Все вымывала. А вы, наверное, знаете, что... Наверное, вам знакомо, когда вот эта вот белая шпаклевка. Все это. Ее очень трудно отмыть. Я раз пять мыла. И все полы, они были в белом. В общем, я все вымыла. Все нормально. Ладно. Купили вот такую вот халву. Такую не пробовали еще. А с изюмом. И здесь не просто с изюмом, смотрите, а с орешками, цукатами. В общем, вкуснятина. Не знаю, на халву, если честно, совсем не похоже. Больше похоже на какую-то нугу с орехами. Заварила чай с ромашкой, с лимоном. Тут помимо ромашки еще несколько трав. И буду сейчас уже монтировать видео. И буду пить чай вот с такой вот халвой. На этом наш локсень подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-пока.